Территория была выбрана перед корректированием путем всеобщего голосования, поэтому перед корректированием мы делали опрос. Здесь на самом деле не надо даже проводить никакого голосования. Совершенно очевидно, что в Балаково необходима благоустроенная набережная. Жители ее ждали и в принципе голосование лишь от подтвердили. Но учитывая, что у вас вместе с мэром опыт негативный реализации таких проектов, я прошу Николая Васильевича Панкова и общественный совет взять это все под контроль. Здесь средства федеральные, но при этом для реализации проекта вы должны привлечь приблизительно такую же сумму. Поэтому она должна быть у вас предусмотрена и думайте о том, кто будет реализовывать проект. Потому что то качество, которое мы сейчас видели даже на части выполненных работ на центральном, критику не выдерживает. Набережную надо в Балаково обустраивать и вообще вот за то время, пока не был, не увидел ничего нового, то что вы должны были сделать. Самое главное создавать условия для жизни людей, потому что здесь много предприятий, предприятия должны развиваться, а город надо, чтобы власти также со своей стороны развивали. А так получается промышленность развивается, а условия для жизни не меняются в лучшем. Поэтому исходить из того, что эта критика обоснована, проекты будут приходить туда, где вы их будете эффективно реализовывать. Озвучить небольшое опасение Сергею Евгеньевичу, я его тоже высказывал ранее. Вот у нас здесь 7 гектар, центральный парк 7 гектар, здесь 120 и там 120 миллионов, ну с детской площадкой. Но там нету берегу укрепительных работ и вот здесь сложного такого рельефа. А пример у нас уже есть на 120 миллионов полученного, недополученного. Вот к следующему году деньги федеральные, мы опасаемся, что будет такое же недополученное и здесь. Во-первых, здесь должно быть сфинансирование. И по условиям участия в конкурсе глава и губернатор об этом знают. Понятно, хочется получить средства свои не вкладывая, но тогда вы не решите задачу. Здесь придется в любом случае около 100 миллионов дополнительно привлекать. Правильно? И они должны быть заложены в бюджете. Если только вы свое софинансирование не обеспечите, тогда деньги федеральные будут отозваны. Там у нас с вами благотворительный проект за счет привлеченных ресурсов. Более того, мэр взял и без конкурсных процедур реализовал его. Мы об этом уже говорили. Средств не хватает. Посчитали они цифру. По документам, которые получил, им требуется 219 миллионов с небольшими тысячами рублей. Еще и скажу, 50% мы найдем, скорее всего, благотворительных, может быть, с привлечением тех же предприятий. Балакова. Но, во-первых, надо брать это все под контроль. С другой стороны, на мой взгляд, этих средств больше, чем достаточно для того, чтобы все вопросы по созданию парка решить. Ну, посмотрим. Придется просто приехать в мае, придется приехать, скорее всего, в августе. Но октябрем в любом случае надо сдавать эти объекты. Потому что у нас с вами уже к ноябрю погода меняется. Но здесь, надеюсь, я на губернатора и на депутата от города, хотя сегодня Николаю Васильевичу влетело уже несколько раз. Потому что они, понятно, с мэром в хороших отношениях, но служба службой, а дружба дружбой. Соответственно проекту мы будем проверять как-то? Потому что вот эти шары, как мы их прицепим к мосту, это не разрешение согласования. Слушайте, вот те, кто выполнил, должны понимать, что это на самом деле проектные предложения, это концепция проекта. И они ее защитили. Им надо сейчас будет за декабрь, январь, февраль, март доработать проект, выяснить все то, о чем вы говорите, в отношении тех же шаров и многого другого. А потом нести ответственность за реализацию этого проекта. То есть защищается в ходе конкурса концепция. Они ее защитили, поддержали, значит, выиграли, деньги получили. А теперь надо выполнять проект. А когда они будут выполнять проект, вы правильно сказали, надо получить еще на это разрешение.